всем здорова чуваки под прошлым видеороликом где мы ставили гигантский камень на фейерверк мы вас просили набрать 5000 лайков и вы это сделали кстати если вы этот ролик еще не видели вот здесь вот по ссылочке можете перейти посмотреть было очень интересно именно поэтому мы снимаем сейчас вторую часть этого видеоролика где будем различные предметы класть на фейерверк в том числе и арбуз но арбуз будет чуть позже поэтому досматривайте ролик до конца а мы пока начнем с чего-то попроще кстати ребят давайте я вам покажу какие виды фейерверков сегодня будут участвовать вот такая вот маленькая римская свечка здесь 10 запов но я сомневаюсь что здесь 10 потому что она очень дешевая вот такой вот холодный огонь как вы знаете его ставят на торты или там ну для праздников используют в общем вот такие вот фонтаны я не знаю что от них ожидать они очень маленькие но их зато много также вот такой вот мини салютик здесь 7 выстрелов также салютик побольше здесь 6 выстрелов зато запу здесь помощнее ну и самое главное помните в прошлом видеоролике у нас была гигантская римская свеча так вот та свеча была конечно длиннее чем это но это мощнее в полтора раза вы не представляете себе какая-то мощь на самом деле я видел только на видеороликах как ее запускали но в живую мне кажется она раздробит все на своем пути и первое с чего мы начнем это обычное куриное яйцо как вы думаете что же произойдет с яйцом если его поставить на такую римскую свечу мне кажется она просто скатится и ничего с ним не случится поэтому давайте возьмем сразу 10 римских свечей такая наши римские свечки свечи или как свечки так тут главное все это аккуратненько главное сделать центре углубления для того чтобы яйцо у нас никуда не делась кстати ребята у нас есть идея с гигантской римской свечой самой гигантской которая есть в нашем городе вот как вы думаете что если мы возьмем большую металлическую бочку поместим туда гигантскую римскую свечу и закроем эту бочку мне кажется там может быть какой-то взрыв он может деформировать бочку или может какой-то будет интересный звук внутри вот что может произойти неизвестно так что давайте сделаем так под прошлым роликом про фейерверк вы набрали 5000 лайков а сейчас давайте наберем под этим роликом уже 8000 лайков и мы сразу же приступим к съемке следующей части про фейерверк а также не забудь подписаться на канал ведь нас уже почти 100 тысяч поэтому спускайся под этот видеоролик там есть красная кнопочка подписаться нажми на нее сделаю серый и ты станешь нашим подписчиком но если ты уже подписан ты красавчик да кстати ребят не забываем про технику безопасности защищают свои глаза а также не зла про то что у нас здесь куча песка и много воды так что если что мы с легкостью потушим этот огонь да ребят очень важная новость не повторяйте ни в коем случае то что мы делаем никогда не в одном из наших роликов это можно делать только мы мы профессионал но теперь поджигаю свечи горелкой и ставим на них яйцо приготовьтесь сейчас будет россии поджигаем нашу горелку погнали его прикончила я не ожидал что такие маленькие римские свечи готовы разрушить яйцо ну а теперь мы переходим к следующему предмету с первым яйцом с обычным все понятно она очень хрупкая но что будет с этим помимо того что она состоит из шоколада так она еще и обернута алюминиевой фольгой которая сдерживает этот шоколад что если мы возьмем что-то помощнее например вот такой вот салют как вы думаете получится ли у этого салюта разбить вот такой вот киндер яйцо давайте сейчас это проверим давайте утопим салют в песке теперь ставим яйцо поджигаем горелку так ну яйцо вообще ничего не произошло она даже не почернела мне кажется после первого выстрела просто сторону выкинула но остальные выстрел просто бахали в воздухе ничего удивительного но честно говоря мини салют вообще никак не удивил яйцо целое но следующее это вот такие вот холодные огни которые используют в тортиках для праздничного настроения но как вы думаете приготовиться ли дошик на этих холодных огнях если вы не видели вот этот ролик переходите сюда мы там готовили дошик во фритюре это было очень вкусно но таким способом мы его еще не приготовили давайте представим что тортик это пляж на котором мы находимся отлично теперь распаковываем дошик и ставим это чудо на огни но перед этим надо эти огни поджечь я не буду это пробовать по моему это нифига не холодный огонь ребята это горячий огонь нет ребята таким способом готовить дешрак я вам крайне не советую это полная чушь мне кажется но это явно несъедобно вообще знаете пахнет горелым сухарем прям сгорев сгоревшим хотя я думаю это видно конечно выглядит это очень красиво максимум что вы можете с этим сделать это поджечь его на природе чтобы отгонять комаров это лучше лайфхак я считаю давайте перейдем к следующему а следующее что мы хотим узнать это сможет ли вот такой вот футбольный мяч устоять против вот таких вот 10 фонтанов распаковываем фонтаны вываливаем все это сюда выходите случай с мячом мы будем располагать ферверки совсем по-другому мы ставим мяч а вокруг мяча мы расположим фонтаны что же произойдет с этим мячом он лопнет или не лопнет или устоит против этого жара неизвестно давайте узнаем ну что ребята поехали раз-два-три ребята это вообще чё тут от мяча вообще ничего не осталось это как вообще вы видите это здесь просто вот такая вот вот я не знаю уголечек какой-то малюсенький остался и все прошлом ролике мы поджигали фонтан он просто вот так вот шипел искры выпускал и все но в этот раз я вообще охренел вот такая вот маленькая штучка она в конце издала кучу различных искр это был просто вот такой вот разноцветный шар сейчас капец вы это видели такие маленькие фонтанчики а такой эффект издают это просто было круто поставьте лайк если вам понравилось капец отмечания осталось вообще ничего это просто уголь стало гораздо темнее но это только нам на руку потому что вы увидите офигенно красивый салют темноте и участвовать будет сейчас вот это вот мощь в ней 6 запов но просто так мы и запускать не будем мы сюда поставим баночку колы но не просто а вот крышкой вниз и посмотрим сможет ли этот салют открыть эту банку колы ставим салют утапливаем его чтобы он не перевернулся ну и вниз головой ставим баночку колы ребят посмотрим откроется ли банка ну погнали офигеть это чё было блин его перевернуло нахрен вообще соня по баночке колы ее вмяло смотри здесь выстрел был видишь офигеть здесь просто вмятина жесткая и вокруг все черное мне кажется если бы она ударила вот сюда то банка бы наша точно открылась ребят вы можете увидеть вот на этом видео что банка колы подлетела выше меня раза в три ее просто выкинула залпом вы представляете насколько был мощный салют я лично офигел но в целом в этом случае мы потерпели сейчас неудачу потому что ну не получилось у нас открыть банку колы здесь как бы все зависело чисто от везения но нам не особо повезло но зато сейчас можем попить где-нибудь за кадром почему бы нет ну и самое долгожданное вот такая вот мощная римская свеча как вы думаете что произойдет с арбузом если мы его поставим на эту римскую свечу напишите внизу в комментариях будет интересно почитать но мы лично даже не представляем себе очень много вариантов в голове но лучше все увидеть своими глазами капываем как можно глубже эту римскую свечу потому что у нас салют разлетелся во все стороны было опасненько вам скажу но перед началом нам нужно вырезать отверстие в арбузе так убираем выковыриваем внутренности ну что ребят осталось поджечь фитиль и ставить арбуз на римскую свечу и самое главное повторюсь еще раз не повторяйте то что вы видите это очень опасно но вы профессионалы нам можно погнали что такое плывет ребята И вообще раскромсало в щепку Это что? Вы видели, что стало С арбузом? Его просто Мне кажется, там два зала По-первых, сразу вылетели одновременно Поэтому его еще сильнее расфигачило Но главное, что все получилось Фитиль не задух, даже не знаю, как это Передать, это было настолько круто И такой мощный салют Этот салют был явно Намного мощнее, чем прошлый Если вы считаете так же, обязательно Ставьте лайк Что это вообще? Такое ощущение, как будто Арбуз был не целый, а всего лишь четвертинка От него, здесь так мало кусочков Валяется, я не знаю, куда делось остальное Ну а если вам нравятся такие эксперименты С фейерверками, обязательно ставьте Лайк, подпишитесь внизу на канал Не забывайте, что я для вас снимаю только Самые крутые и интересные эксперименты И всем пока!